Информационный портал «Права Метру» начинает после некоторого перерыва Видеоконференции сезона июня 2023 года Представляю наших участников в Санкт-Петербурге Дмитрий Гаганов Ирис-консульт Ассоциации Организаторов Здравоохранения в онкологии Дмитрий, приветствую! Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Здравствуйте, глубоко уважаемые слушатели! В Москве наш постоянный участник Иван Печерей Партнер медико-юридической группы По-моему, медико-пруф Иван, прошу прощения, если что, вы меня поправите Здравоохранения, уважаемые коллеги! Все верно, да? Все верно, не забыл Челябинский федеральный судья Мария Галюкова Мария, рад видеть! Добрый день! И немножко изменил представление в Ярославле Игорь Степанов, член Ассоциации юристов России Представляет организацию инвалидов, больных рассеянным склерозом, ГЕФЕСТ из Ярославля Игорь, приветствую! Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, зрители! Итак, почти полтора месяца не встречались, сегодня нас аж пять человек Тема будет озвучена в рамках моей традиционной демонстрации Сегодня 220-я видеоконференция с начала работы формата, 11-я в текущем году Рассматриваем тему конференции Корпоративная солидарность Является ли препятствием для обоснованного и объективного заключения эксперта? Как образовалась, была создана данная тема Из публикации на сайте известий под названием Инородное дело медикам хотят запретить оценивать рачебные ошибки Некие извлечения из данной публикации Организация Общественная потребительская инициатива Рассказала известиям о том, что просит усилить контроль за врачебными ошибками И в частности, ужесточить требования к судебной медицинской экспертизе Что предлагает эта организация? Ужесточить не только порядок проведения экспертизы, но и требования к экспертам Общественники полагают, что в качестве экспертов не должны выступать действующие сотрудники медицинских организаций Государственных, частных В качестве идеала предлагаются сотрудники вузов медицинских По мнению руководителя организации Олега Павлова Это исключит пристрастность при вынесении заключения Кроме того, инициатива общественников будет представлена и в Росздравнадзоре, и в Роспотребнадзоре Говорю честно, про данную организацию по защите прав потребителей впервые узналась в публикации в Известиях На сайте говорится о том, что это единственное объединение потребителей, которые не преследуют коммерческие цели и оказывают всестороннюю помощь гражданам Берем от обратного, значит, остальные преследуют коммерческие цели и не оказывают всестороннюю помощь гражданам Ну и здесь корни создания данной организации – Российский государственный торгово-экономический университет А теперь вопрос, который я поставил на обсуждение коллег и вытекает из предложения данной организации Существует ли действительно необходимость создания независимой квалифицированной комиссии или коллегии по кадрам для оценки случаев неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи? Очень краткое вступление А теперь переходим к обсуждению слова первым Дмитрию Гаганову Дмитрий, пожалуйста, действительно ли есть такая необходимость? Благодарю вас за предоставленную возможность Я сразу бы хотел сместить акцент вместе с уважаемым Алексеем на как раз эти самые комиссии Квалификационные комиссии по кадрам Дело в том, что поскольку озвучил это представитель комитета по безопасности и противодействию коррупции Мы здесь видим субъекты антикоррупционного законодательства А не какие-то там особые специальные комиссии Существует ли законодательная норма, вообще обязывающая бюро судебно-медицинской экспертизы и частные экспертные учреждения вообще создавать такие комиссии? Существует с 2013 года Обязанность создавать комиссию по антикоррупционной деятельности прямо не написана в законе Но статья 13.3 Федерального закона о противодействии коррупции Всем организациям, вне зависимости от формы собственности, от организационно-правовой формы Предписывает разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции Существуют ли на настоящий момент такие комиссии? Существует Ничего нового мы здесь не скажем Смотрим положение об антикоррупционной комиссии Бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай Бюро судебно-медицинской экспертизы Утверждено аж в 2016 году Но это с одной точки зрения Возможно, что уважаемый зампредседатель комитета Имел в виду какую-то особую комиссию Которая проверяет работу вот этих антикоррупционных комиссий Вообще в бюро судебно-медицинской экспертизы Возможно Но из текста непонятно Почему возникла Возникла вообще такая тема Почему ее начали разрабатывать Мне здесь видится Несколько причин Первая Это большое количество повторных экспертиз Которые рассматриваются Как косвенное подтверждение Цеховой солидарности И коррупционной составляющей Муною было Прочитано Несколько исследований на эту тему И сказано, что при назначении повторной экспертизы И правоохранительные и судебные органы Обращают внимание На наличие признаков Либо следов коррупционной составляющей Но термин цеховая солидарность Он в законодательстве не раскрыт Скорее относится к социологии права Поэтому я его использовать не буду Ну и соответственно для того, чтобы Вообще привести Этот процесс В определенное русло Я думаю, был поднят этот вопрос Мы не касаемся Организации, созданной на основании Закона о защите прав потребителей Общественной потребительской инициативы Скорее всего Это, так сказать, игрок второго уровня Потому что в статье у нас тут и комитет И Госдума И комитет Госдумы по охране здоровья И комитет Госдумы по безопасности И противодействия коррупции А это уже серьезно О чем может идти речь? Во-первых, о том, что Как я хотел бы заметить Очень малое количество экспертизы Которые Которые расписывают кафедрам То есть судебно-медицинская экспертиза Может быть передана для производства Руководителям кафедр судебной медицины Медицинских вузов Может Но как я понял По изучению По статистике Коллеги меня поправят Если с этим сталкивались И есть материалы Количество очень мало Кафедральный Руководитель кафедры судебной медицины Опирается Будет опираться на научные разработки Положенные в основу Учебно-методических пособий Кафедры судебной медицины Данного конкретного вуза Ну, здесь два варианта могут быть Учебно-методические пособия Самой кафедры судебной медицины Ну, это Иркутский ГМУ, например Есть учебно-методическое пособие Либо учебно-методическое пособие От Медицинского вуза целиком Это Ижевская государственная медицинская академия Тем самым Будет несколько Снят вопрос Об отсутствии единства методологии При проведении судебно-медицинской экспертизы О котором так долго говорили большевики Шутка Алексей Валентинович, если я не ошибаюсь Говорит об этом с 2017 Возможно, с 2015 года Поскольку это кафедральная судебно-медицинская экспертиза Она будет опираться на Научные разработки данной кафедры Ну, тем самым У нас появляется объективность Ну, что Хотелось бы еще сказать Были предшествующие проекты Разработки Положения о независимой медицинской экспертизы Конца 2020-2021 года Ну, до этого еще от Национальной медицинской палаты Было по 2016-2017-2018 годам Многочисленные статьи Ну, обращайтесь к видеоматериалам Медико-правового портала Который ведет Алексей Валентинович В данном случае Я просматриваю тенденцию Что от этих предыдущих проектов Будут отказываться В основу будет положено Как раз антикоррупционное законодательство И вот эти вот Специальные коллегиальные Органы О которых Алексей Валентинович упомянул в вопросе Осмелюсь предположить Еще раз Что я озвучил В начале своей речи О том, что будет создана Комиссия по проверке О деятельности Вот этих антикоррупционных Комиссий В Бюро судебно-медицинской экспертизы То есть, если пройдет информация О следах Коррупционной составляющей То, соответственно Вот эта вот Квалификационная комиссия Как ее нам называют Для оценки случаев Подобных Сочинскому Или коллегия по кадрам Будут оценивать Работу комиссии Данного судебно-медицинского бюро И, соответственно Сама деятельность Этого судебно-медицинского бюро Будет подвергнуто Проверке на соответствие Антикоррупционному законодательству Как мне кажется Крен идет туда Ну вот, что я хотел бы сказать Коротко Передаю слово Уважаемому Алексею Дмитрий задал Интересный вектор обсуждения Он видит здесь Антикоррупционное законодательство Иван У вас право второму Высказать свое мнение Ваш взгляд На предложение общественника Добрый день, уважаемые коллеги Еще раз Я отвечу словами Небезызвестного нам Профессора Тихомирова О том, что Уровень дремучести поражает На самом деле Действительно Очень сложно Понять Почему Родилась такая инициатива Зачем она родилась То есть Для меня это Какой-то Я бы назвал Это даже Каким-то неким Истеричным вбросом Что ли Как бы Действительно Попыткой Как бы Не знаю Не то, чтобы Перевлечь к себе Внимание А Ну, скажем так Наверное, может быть Сколыхнуть Как общественность И паразитировать На Какой-то Спекулятивной новости То есть Это то, что называется Инфоцыганчиной По сути своей Честно Не могу по-другому Как бы К этому отнестись Просто давайте Разложу по пунктам Но начнем С первого момента Корпоративная солидарность Которая якобы По мнению Авторов инициативы Пытается Лежит в основе того Что Экспертизы у нас Не выявляют Врачебные ошибки И как следствие Доктора уходят От ответственности Ну, всем известно Наверное Врачебном сообществе Что такового Врачебного сообщества В принципе не существует К сожалению Современные реалии И корпоративная солидарность Которая Заключается В том числе Как бы С обратной ее стороны В качестве Там покрывания Как бы чужих ошибок Да ее тоже В общем-то говоря На практике нет На самом деле То есть Я не думаю Что Это такая Как бы Некая Страшилка Которая обычно Кидается Как бы в массы И очень хорошо С помощью С помощью ее Вернее Очень хорошо Манипулировать Очень хорошо Как бы Поднимать Какие-то волны Негатива По отношению К тем же Медицинским работникам Но на практике На практике По сути своей Я честно говоря С этим мало сталкивался И коллеги Наверное подтвердят Что это не такое уж Встраненное явление Чтобы о нем Как бы Вообще говорить Я имею туда Вот эту Негативную часть Комотивной солидарности Потом опять же Что значит Врачебные ошибки Как с ними бороться Но это опять же Ужесточение требований К экспертизе Как метод Борьбы с врачебными ошибками Тоже очень интересно Про ужесточение Методов Ну честно говоря Тоже Неоднократно поднимались Различные Павланы и уроды Тематики Обсуждения Потому что Национальная медицинская палата Прилагала это сделать Но на практике Какое-либо Ужесточение правил Ничего не приведет Да и правила Собственно говоря Да вы удивитесь Коллеги Но я думаю Коллеги не удивятся Но я больше Классно обращаюсь Да и правила Собственно говоря Проведения судебно-медицинских Экспертиз По врачебным делам До сих пор не существует То есть на самом деле Их нет Что ужесточать Наверное Давайте сначала введем А потом уже посмотрим Как быть с ними Поэтому как бы Тоже такой вопрос Третий вопрос Специалисты должны быть Не должны как бы Работать в медицинских учреждениях Но это тоже на самом деле На мой взгляд Очень глупо Потому что Ну такого просто В принципе Мы никогда не увидим Специалист может Поработать в учреждении Потом на момент Проведения экспертизы Уволится Провести экспертизу И опять пойти туда Работать Например Да То есть вполне себе Легитимная такая Как бы история И на практике Ее реализовать Будет сложно То есть Мы не добьемся того Чтобы у нас был Какой-то пул специалистов Который не принадлежал К ведению Министерства здравоохранения И не работал В медицинских организациях Такого просто На мой взгляд Быть не может И достичь этого Нереально Ну и также Возвращаясь к вопросу К независимости Тех же самых Сотрудников Вузов Надо сказать Что любой практически Вуз Который медицинский У нас есть в стране Он подчиняется Министерству здравоохранения Ну какая независимость Коллеги Мы тоже так ее Не достигнем На самом деле Сотрудники Кафедр Так же так или иначе Люди так же Как бы зависимы Ну зависимы В той или иной степени Как зависим Любой другой Судебно-медицинский эксперт Который принимает Участие При проведении Судебно-медицинских экспертиз И работает В бюро Подвижностному Минздраву Радницы абсолютно Никакой Поэтому на самом деле Я вижу В этой инициативе Просто проявление Дремучести Попытку поднять Какой-то хайп Но никак Неконструктивное Предложение И Не совсем Я согласен С Дмитрием Болисовичем В части Того Что это Какая-то Антикоррупционная Предложение Настолько Нелогичное Настолько Не отвечающе Каким-либо Современным Реалям И проблематике Которые есть Здравоохранение В том числе При проведении Судебно-медицинской экспертиз Но что Комментировать Здесь честно говоря Особого нечего Это простые Очевидные истины Кроме того Также хотел бы Обратить внимание На то Что Из Совета Федерации Пришла ответка Что называется Где эту инициативу Признали Ну собственно говоря Неприемлемой То есть Я полагаю Что действительно Здравый смысл В конечном счете Победит И эта инициатива Не пройдет Куда-либо дальше Ну потому что Она Как выражаясь Методом применимым К сделке Ничтожна сама по себе Мое мнение такое Спасибо Иван Интересно подметил Счастье Несогласия С Дмитрием Гагановым Как приятно Когда вот есть Противоритив А давайте послушаем Марию Галюкову С уровня Федерального Судьи Части предложений Общественников Очень внимательно изучила Вот эту заметку И еще до того Как я приступила К прочтению У меня была первая мысль Что это ситуативность И вот с чем она связана Когда юрист По какой-либо причине Проигрывает Либо гражданское Либо уголовное дело Связанное С врачебной ошибкой Назовем это так Он начинает Искать причины Грамотный юрист Он начинает Анализировать ситуацию Ошибки Судебные акты А юристы Анализ идет Это не просто Выдержки Фразы Из каких-то там Пресс-релизов Где-то непонятно Кем подготовлены Это действительно Глубокий анализ Содержания всех материалов Либо гражданского Либо уголовного дела Только после этого Делаются какие-то выводы А делать выводы Просто из каких-то Событий Фактов Мало связанных Между собой Но мне кажется Как минимум Опрометчиво Следующий момент Комментарии К данному Скажем так К данным примерам Они тоже Вызывают Очень много вопросов Например По тексту указано Вред здоровью Небольшой тяжести Ну простите Я не знаю Что такое Вред здоровью Небольшой тяжести Я знаю Тяжки Средней тяжести Легкий Вред здоровью Побои То есть терминология Которой Используют юристы Которые называют себя Медицинским юристом Она в принципе Не относится к законодательству И абсолютно прав Иван Олегович То что написано В этой заметке Мало отношение имеет К действительности К реальной судебной практике К реальному процессу Назначения судебных экспертиз К анализу заключения эксперта И в том числе К формированию комиссии Дело в том Что какая бы комиссия По кадрам Не по кадрам Не создавалась Что означает создание Этой комиссии Это означает Вмешательство В деятельность следствия Либо суда Без разницы Следствие Это уголовное дело Либо в чистом виде Суд Когда мы имеем дело С гражданским делом Но это в принципе Запричено напрямую Закону Поэтому какую комиссию Собрались создавать Уважаемые коллеги Для меня остается загадкой Более того Если терминология Вводится То эта терминология И обосновывается Никакого обоснования Терминологии Что за комиссия Планирует создаваться В принципе Ну вот я нигде В средствах массовой информации Не нашла Поэтому наверное Я даже больше соглашусь С Дмитрием Который предположил Ну это логично Это единственное Что близкое К законодательству Есть эта комиссия По коррупционной составляющей Но опять-таки повторюсь Любое вмешательство В создание комиссии При условии Что она назначена Постановлением Либо следствия Либо определением суда Но в принципе Будет незаконно А приори И как раз Мне кажется В последнем месяце Так получилось Что я призываю Своих коллег Более внимательно Относиться к тому Что они говорят К тому что они публикуют И в принципе Какие предложения Они вносят И ведь заметьте Не было же предложения Скажем так Предпроект Пленума Верховного Суда По гражданским делам Либо по уголовным делам Обзора Не было же Какой-то там Систематизации Аналитической справки По данной проблематике Нет Это какое-то Действительно Вот Использование Средств массовой информации Использование Журналистики Наверное В определенных целях Поднять себе репутацию Поднять себе имидж Но не достижение цели Защиты прав Либо пациента Либо прав врача Это не работа юриста То что вот Представлено В заметке Но к сожалению Это так Спасибо Спасибо Мария За эмоциональные Высказывания И поддержку Дмитрия Гаганова Который Иван Печерей Покритиковал Что скажет Игорь Степанов Уважаемые коллеги Ну я прежде всего Наверное Больше на стороне Ивана Печерея Вот почему Потому что Я увидел Тут вопрос Наезда По сути дела На корпоративную Солидарность Да Безусловно Она есть Что такое Вообще Независимая Экспертиза Это когда Субъект Человек Который проводит Экспертизу Должен быть Лишен Эмоций Каких-то Жизненных установок Они же все равно У него есть Это что может быть Только машина То есть Искусственный интеллект Который лишен Эмоций Лишен Каких-то Жизненных установок Но тоже Можно отнести И к судебному Процессу Ведь То же самое Судья И Следователь Или гособвинитель Прокурор Они ведь могут Учиться на одной Курсе В одной группе Даже Тогда что это Такое Тоже будет Кооперативная Солидарность Но тоже Уже в условиях Судебного процесса Опять же Так сказать Если Судья Выносит решение В том числе На основании Своих Внутренних Установок То По сути дела Эксперт Тоже Он имеет Определенные Внутренние Установки Убеждения Определенные На основании Которых Он Всесторонне Оценивает Ситуацию Что я еще Увидел В этой статье Когда дальше идет Вот Врач совершил ошибку Он продолжает работать Если мы будем Всех врачей Отстранять По любым Разбирательствам Так сказать По каким-то судебным Отстранять от работы У нас Некому будет работать Особенно В таких Рискованных Областях Как Хирургические Специальности Анестезиология Аниматология Сейчас идет Огромный Отток кадров Вообще Из государственной Медицины Ввиду Из этих Специальностей То есть У нас В стране Существует Дефицит кадров Дополнительное Воздействие На врачебное Сообщество Не улучшит А ухудшит Качество Оказания Медицинской Помощи Потом Надо Обратить Внимание На то Что Вину И решение Устанавливает И решение Принимает Судья А не эксперт То есть Судья Оценит Всю полноту Доказатель Данных Экспертиз Может назначать Повторные Экспертизы И только тогда И только судья Принимает Решение О виновности Особенно По уголовному Делу Назначение Наказания И все прочее Никак не эксперт В этой ситуации Экспертиза Это лишь часть Важная Часть Доказательств В рамках Уголовного И гражданского Процесса Вот Поэтому Тут надо Учитывать Роль Судьи Эксперт Конечно важен Но и судья Тоже решает Поэтому Вопросы О том Что Отстранить Врачей От экспертиз Это тоже Полная глупость Люди Которые Принимали Эти решения Настолько далеки От реальной Практики От осознания Реального состояния В медицине Но каким образом Может делать заключение Человек Который Вообще Никогда Допустим Ну да Врач Теоретик Сидит На кайфе Не занимается Практической Работой Врачебной Такого же Тоже Не должно быть И не может быть Как у нас Говорили Учиться надо У профессоров И лечиться Надо у докторов Потому что Вот это На основании Опыта А потом Ведь когда Оценивается Вина Допустим Врача Что мы должны Учитывать Те обстоятельства В которых Он работал Представляете Так сказать Вот так вот Остранили мы Половину врачей Которые подозреваются Во врачебных ошибках Так определенных Даже там Дела заведены Кто будет работать Будут работать Оставшиеся Как они будут работать С перегрузкой Двойной Тройной перегрузкой Могут ли они Быть Достаточно Внимательны При таком режиме работы Нет конечно Они могут И будут Совершать ошибки Если человек Проработал Сутки С дежурствами У него было 20 скорых А потом Он еще пошел В нарушение Тодового законодательства Делать операцию Он может совершать ошибки Это тоже Опять же Так сказать Эксперт скажет Виноват А судья скажет Что имелись Объективные обстоятельства Которые привели К тому Что он Потерял внимательность И опять же Кто в этом виноват Наверное Не столько врач Сколько и Администрация Которая допустила Работу врача В таких условиях Поэтому На мой взгляд Вот это вот То что я прочитал Эту статью Это полностью Так сказать Ну нельзя Это принимать Это не соответствует Вообще никаких Ненормам Здравого смысла Вообще Ни о чем Спасибо Благодарю Благодарю Игорь Несу Свою составляющую Негативного Суждения О содержании Статьи Почему На мой взгляд Основная Претензия Общественника В том Что Ну не устанавливают Причинно-следственную Связь Между выявленными Нарушениями И неблагоприятным Исходом Косвенное Есть А вот прямой Нет А это Обосновывается Корпоративной Солидарностью И необъективностью Вот по моему Унению Мездрав России Притынил Колоссальные Усилия Чтобы эту Корпоративную Солидарность Ижить Как? Да очень просто Своим Нормативно Правым Регулированием Массово Идут Стандарты Оказания Медицинской Помощи Если раньше Привлеченные Эксперты Должны Были Ссылаться На какую-то Специальную Литературу Для обоснования Отклонений От Алгоритма Диагностики Лечения То сейчас Есть стандарт Берешь И сравниваешь Вот что было сделано А вот полотна По стандарту Полная обоснованность Полная объективность Вдобавок К этому Поголовно Стали внедряться Клинические Рекомендации Но то же самое Для обоснования Позиции Эксперта Смотрим Что было в клинической Рекомендации Что было фактически Сделано Ну как здесь можно Уйти в сторону А с позиции Причины Следственных Связей Есть Этиология Причины Возникновения Болезни Есть Патогенез Механизм Развития Болезни Которые Тоже прописаны В учебниках И везде Поэтому говорить О корпоративной Солидарности Мне представляется Не приходится И основной Посыл Этого Этой Общественной Инициативы На мой взгляд Привлечь к себе Внимание И в заключении Еще Мое Любимое Выражение Ссылка На государственные Законы Государственной Судебной Экспертной Деятельности Заключение Должно Основываться На положениях Позволяющих Проверить Объективность Достоверность Вывода На базе Общепринятых И научных Данных А общепринятые Данные Стандарты Клинические Рекомендации Поэтому я тоже Не вижу Необходимости В создании Каких-то Независимых Комиссий Мое Мнение Доложил Коллеги Еще раз Говорю о том Что приятно Общаться В такой Профессиональной Аудитории Не ожидал Что Гаганов Завернет на тему Антикоррупционного Законодательства Вот в этом Плюс Нашего Профессионального Общения До следующих Встреч В ближайшее Время Отпусков И прочих И планируется Будем чаще Встречаться До свидания Всего доброго Глубоко Уважаемые Коллеги Всего хорошего Наши Глубоко Уважаемые Слушатели Всего доброго До свидания До новых встреч Всего доброго До свидания Уважаемые Коллеги Уважаемые Слушатели Слушатели Уважаемые Уважаемые Уважаемых Играет Уважаемые Слушатели Уважаемые Уважаемые Крышки Сулы В В Уважаемые Уважаемые Крышки Крышки Продолжение следует...